Еще не успели забыться фанфары научной конференции в 2020 года, которая из-за ковидных ограничений перенеслась на февраль 2021-го, как молодые специалисты в СМПО и АВИСМА вновь приглашены к трибуне на защиту проектов. Перерыв между двумя НТК впервые составил меньше года, однако инженеры не прекращали поиски по улучшению производства. Заявки на участие организаторы получили в каждой из 14 секций. Больше всего докладов молодые специалисты зачитали по темам кузнечное производство, экология, охрана труда и промышленная безопасность, а также прокатное производство и автоматизация производства. Второй раз, получается, принимаю участие в конференции молодых специалистов. Для меня это всегда праздник, потому что организаторы, спасибо им большое, это делают как праздник. И прекрасное приветствие, вступительная часть, все продумано до мелочей, даже вот книги наших тезисов, вот эти вот наши бейджи, ну все очень здорово. Чувствую, что действительно для тебя постарались, тебя тут рады слышать. Что для меня, наверное, главное в конференции, это даже, может быть, не занять какое-то место, а показать свой проект, показать то, над чем ты работал, вкладывал душу, ходил, думал. То есть это действительно частичка твоей души, ты это вложил и охота поделиться с другими специалистами и рассказать об этом. Как правило, на конференцию заявляется молодежь, заточенная на науку. Часть специалистов уже имела опыт презентации своих достижений, но с каждым годом со своими идеями выходят и новички. Так Михаил Коняков, инженер-конструктор цеха номер 10, впервые выступил перед маститым жюри. Вопросами не валили, но вопросы все ответили, причем все хорошо ответили, я так считаю. Не волновался даже. Пришли в цех, перед нами положили газоохладитель, он был весь разрушен в коррозии. То есть мы, например, работаем с 2012 года, от компрессора, с 2012 года, поэтому за 8, за сколько, за 9 лет он разрушился. Ну, увеличили срок службы его, так сказать. Вы создали новый из другого материала просто, да, получаете? Ну да, и усилили конструкцию немного, чтобы он был попрочнее. Конструкторские работы Михаил выполнял в паре с Павлом Савицким. Их доклад стал победным в секции оборудования и механизации производства. А вот Александр Гребенщиков выступил с уже проверенным проектом сразу в двух секциях конференции. С точки зрения кузнечного производства работа была направлена на то, чтобы научиться вдумчиво разрабатывать технологии деформации, то есть варьировать скорость деформации, температуру деформации и степень деформации. И выбирать эти параметры, ну, как бы, осознанно, с пониманием дела, не просто методом проб и ошибок, а, как бы, поставив эксперимент и используя модель, которая позволяет достигать уже результатов тех же механических свойств на полуфабрикатах более высоких. Доклады заслушивали руководители и директоры по направлениям. Так, без Владимира Кропотова, главного кузнеца в СМПО, трудно представить жюри секции кузнечное производство. Выступления этого года сильные, мне понравились. В прошлом году, я, по-моему, даже говорил, а не в прошлом, а в позапрошлом говорил, что стоило бы уделить внимание на качество самих докладов. В этом году доклады хорошие. Хоть и времени на подготовку было меньше, потому что в этом году у нас разрыв получился меньше года, а так, в принципе, я доволен. Своими научными идеями блистали и работники АВИСМА. В нынешнем году от ребят поступило 19 представлений. Илья Шеин в Верхнюю Салду приезжает в третий раз, и он оказался для инженера счастливым. Илья стал победителем в секции производства магния и губчатого титана. Это очень волнительный момент, все работы достойные. Тяжело конкурировать с такими людьми умными. Достаточно все очень серьезно. Комиссия подходила к этому, скажем так, процессу, ну не достойно, скажем так, а тщательно, да, вот правильно сказали, тщательно подходила. И каждый вот вопрос он прям вбил в точку, в слабые места. И приходилось отвечать. Соответственно, если я не знал, допустим, да, и работу не сам писал, допустим, да, то ты бы не ответил на такие тонкости, как вот задавали комиссии вопросы. Итогом двух дней плодотворной научной работы стало награждение призеров. В некоторых секциях призовые места присваивали сразу двум специалистам. К примеру, в прокатном производстве серебряными призерами стали Вадим Ермаков и Любовь Эрканова. А в секции экологии бронзу поделили Наталья Репкина и Полина Путина. Призеры НТК-2021 также получат денежные премии, которые станут приятным поощрением и стимулом к дальнейшим научным разработкам.